Всем привет! В эфире спортивная среда. Каникулы позади и спортивная жизнь в городе заметно оживилась. В выходные прошел фестиваль Dragon Drift Battle, участниками которого стали более 50 пилотов со всего Центрального федерального округа. Сумасшедшие скорости и крутые виражи, запах жженой резины и буря эмоций – все это своим зрителям подарил автоспортивный фестиваль Dragon Drift Battle. На территории аэропорта Иваново прошли соревнования по дрэк-рейсингу и дрифту. Гостей праздника ждала обширная программа. Это не только зрелищные заезды автолюбителей, но и выступления мотоциклистов. Кроме того, зрителям впервые разрешили посетить городок участников фестиваля, посмотреть, как они готовятся к выступлению, получить интересную информацию с первых уст. Уровень отличный. Мы сюда приезжаем уже третий раз, то есть третий год. Всегда стараемся приехать. Очень нам нравится. Люди здесь. В общем, классно. Учебный год. Состязание начала и Федерация восточных единоборств. В Иванове состоялось открытое первенство города по всестилевому карате. Показать свой уровень приехали 240 спортсменов из шести регионов страны. Участники выступали в двух возрастных и дисциплинарных группах. Для ребят 6-11 лет проходили учебно-тренировочные сборы по кио-кушангай карате. Для тех, кто постарше, с 12 до 17 – всестилевое. Наш вид спорта всестилевой карате по рейтингу среди организаций неолимпийских видов спорта занимает уже второй год подряд первое место в регионе. И количеству занимающихся более 4 тысяч человек во всех городах региона. Юбилей празднуют не только люди. На этой неделе спортивная школа номер 7 отмечает круглую дату 50 лет своими талантливыми воспитанниками учреждения, известного далеко за пределами страны. Можно выделить заслуженного мастера спорта России Андрея Александровича Орешкина, Галочкина Николая Владимировича, чемпиона мира по ушу Дмитрия Колганова, чемпиона мира по паре тэквондо Артура Кана, чемпиона Европы по тэквондо Данилова Илью и Фирстова Алексея. То есть регулярно наши спортсмены входят в состав сборной России. В 2018 году аж 12 спортсменов только из нашей школы вошли в состав сборной команды России. Седьмая спортшкола по численности тренеров и воспитанников одна из самых больших не только в городе, но и в нашей области. Сейчас здесь занимаются около тысячи ребят. Работает 40 тренеров-преподавателей, которые развивают 5 направлений – бокс, спортивную борьбу, тэквондо, ушу и карате. К юбилею школы из городского бюджета выделили средства на обновление фасада здания, чтобы внешний облик школы соответствовал ее высокому статусу. Две победы и одна свадьба. Таким запомнится финальный тур Федеральной регбинной лиги для Ивановской женской команды. Свидетелями признания в любви капитану «Белых акул» Екатерине Бодиной стал целый стадион. Женская команда «Белые акулы» вернулась из Санкт-Петербурга, где завершился третий финальный тур Федеральной регбинной лиги. В турнире подобного уровня девочки приняли участие впервые. В итоге, в общем зачете, ивановские регбистки заняли восьмое место. Но даже таким результатом они довольны. Первый сезон Федеральной регбинной лиги для них запомнится не только играми. В завершении церемонии награждения тренер регбисток Евгений Масейко сделал предложение руки и сердца капитану «Белых акул» Екатерине Бодиной. Я давно нашел этот план. То есть, грубо говоря, с самой первой, как сказать, тура в Сочи. И я так думал, 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 что третий тур, последние награждения, подводы итогов, будет отличным завершением сезона как для игры, так и для команды в общих чертах турнира. Играть вдали от родного стадиона и поддержки болельщиков непросто. Подтверждение мы видим в турнирной таблице «Олимп» первенства ФНЛ. Там текстильщик сейчас занимает девятнадцатое место. Красно-черным, как никогда, нужна наша поддержка. Очередная игра пройдет 14 сентября в Москве. Соперником станет клуб из Хабаровска. Верим, что череда неудач у нашей команды останется позади. На этом у нас все. Любите спорт себе, а не себя в спорте. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!